приветствую вас дорогие друзья на канале михалыч топи games и в сегодняшнем видео хотел сразу начать поздравление всех поздравляю с 2024 наступившим годом все плохое оставляем в прошлом году и только самое вкусное сладкое хорошие забираем с собой в новый год интереснейший видос я вам так скажу когда-то я об этом видосики упоминал об этой идее упоминал но сейчас как только я снял тот ролик я не помню сколько дней назад ну активизировались сообщения в личку те ребята которые давненько уже не играли либо намного меньше играет вас да и наш survival начали писать михалыч это очень крутая идея напиши пожалуйста разработчикам или с ними отдельный ролик я решил снять об этой идее целый отдельный ролик о чем я хотел сказать это сейчас мы починим наши оружки интереснейшие и обязательно ребят восстановим их прочность на стане на станке ремонтом выдвинемся за снежную свалку и я вам покажу очень интересную тему просто шикарную я думаю что ну по крайней мере по моим наблюдениям это очень заинтересовало тех ребят которые говорят что новые обновы реально выходят только для новичков хочу пойти в локацию и потратить нереально много всяческого оружия нереально много что-то среднее между лабораторией и да и не знаю хард режим и да ну и чтобы это было доступно для всех так как реально вот сегодняшние обновы да не для конечно не новичков реально пройти их может ну возможно конечно и новичку пройти как вы видите что с оружием даже с факелом там можно где-то под шаманец вот этими потрушителями потрошителями петрушителями можно расколбасить всех там я даже на стриме это делал всех боссов и всех зомби да несмотря на то что они хилятся я недавно только начал себя уверенно чувствовать например в таких локациях как лаборатория хард режим но я помню что там очень сложно и пробить возможно будет только например с какими-то мега сложными улучшениями но пока что что хотелось бы сказать хотелось бы сказать о том что режимы новые игры вот о чем хотелось бы сказать представляете себе что для каждого слоя игроков будет свой режим игры например вот я только с героем боевика себя стал чувствовать достаточно уверенно в лаборатории например там начал проходить хард режиме и если честно начал уже не сильно бояться тех зомби которые там везде бегают промахи убрались и если честно с этими неуверенность прохождение этой локации ну а сегодня наверное это тема ну заинтересует многих например мне пишут что михалыч прикинь чтобы вот это вот реально такая была тема странная фабрика во все проходили в сражались с робоником например новичок это режим такой вот как он есть пошел солил мачетки там тисаки все это подойдет для того чтобы слить у новички режиме нашего робоника опытный уже должен взять с собой какие-то огнестрелы потому что там с ближним бойным будет намного сложнее а экстремальный это просто экспериментально экстремальный это просто для тех ребят которые без за огненных патронов не пройдешь фн скары нужно брать дробовики брать гранаты брать коктейли молотова брать потому что без этого ты не сможешь пройти но самое главное чтоб и награды были разными например если за режим новичок ты получишь энное количество награды то за опытный n квадрате экспериментально экстремальный я вам так скажу что должно быть еще больше наград за то что ты тратишь плюс коктейли молотова для следующего прохождения плюс зажигательных патронов а может быть даже и модулей я думаю что именно вот об этом я только заигнулся сейчас даже сделал вот такую вот картинку это очень интересная тема и поверьте те ребята которые играют не первый год в игре активизировались начали писать михалыч интереснейшая идея пожалуйста с ними об этом отдельный видос вот вам отдельный видос надеюсь на ваш лайкос надеюсь на ваш фидбэк пишите пожалуйста в комментариях как вам вот это вот тема с новичком опытными и экспериментальным хотим экстремальным хотел написать на короче придумать можно много представь себе что теперь и ну не прошел пару раз локацию и неинтересно а каждый раз нужно выдумывать что-то новое потому что я например бы попробовал и на новичке а потом локация откатилась я бы попробовал на опытном а потом естественно вернулся бы же туда и подумать может быть я потяну и на самом сложном уровне так это сто процентов я думаю что многие бы заценили на разных режимах а если не проходишь то можно начать заново то есть ты теряешь откат 24 часа это очень хорошая идея постараюсь даже об этом написать это в техподдержку может быть и правда где-то она и дойдет пусть мама услышит пусть мама придет пусть мама обязательно что у нас тоже самое есть такая же песенка пусть разработчик услышал разработчик придет и вот такую вот тему ну хоть экспериментально но один разочек сделать я думаю что это будет просто шикарно но и те ребята которые сейчас имеют залежи фэнскара в полные ящики потому что гвоздометом реально можно 6 гранатометов и один гвоздомет который дает за вип очку да все 99 волн зачищена гвоздомет пожалуйста бункер альфа простой хард режим зачищен гвоздомет пожалуйста лаборатория зачищена до хард режим нет но все-таки резонаторы пошел-пошел очень интересно хочется где-то его вкинуть для где-то попсиховать и даже выкурить несколько трубок мира конечно же с мыльными пузырями потому что никто не курит им это суд так ребят я думаю что это очень неплохая идея режимы новой игры это шикарно как сказал бы карпман и обязательно не думаю что хотелось бы это понаблюдать в одном из видосов жду конечно же ожидаю выжидаю ваших сообщений комментариев я не говорю про именно фабрику я говорю про любую локацию даже вот эту в свалку замерзшая свалка или как она там называется заснеженная свалка прикинь ее в нескольких режимах зомби те же но барани больше зомби те же но хп больше зомби те же но отфиливается с каждого удара по сотке так же как в сосульке ледокола помните такого босса до хард режиме лаборатории что он такой же сложный как и вот этот наш босс который нас ждет я даже не помню как его знать в индиго или индиго именно так же сложно его пройти да я думаю тогда вы ребята задумались а почему у меня вот так вот этого термитного оружия копится много и всего остального и подумали бы ё-моё ведь нужно подкопить а нужно и лишний раз провиантиком зачистить потому что может быть даже там где-то не хватит нам термита для улучшений сто процентов я думаю что это бы не было лишним и как минимум сейчас по комментариях у вас реально ваше мнение итак замерзший полстяки представь себе что будет вести себя точно так же как тот я не помню как назвать окоченевшие или как-то там окоченевшие великаны только ручей не помню как-то починевшие зомби у ледокола на лаборатории хард-режиме они же бьют жестких там под сотку урона самое главное что отхиливается каждый удар 100 жизни себя возвращают это очень серьезно поверьте с таким зомби в ближнем бою даже делать нечего я бы конечно же что-то подобное ну а если честно давайте вернемся интересно у нас год наступил первое что я сделал как проснулся сразу же побежал смотреть почту пожалуйста почта скажи что подарочек пришел говнеца но я не виню никого до 100 процентов хотелось бы увидеть почту не для того чтобы просто там у меня чего-то нет и получить халяву а для того чтобы снять отдельный ролик и ты просыпаешься утром включаешь телефон не знаю что там компьютер и у тебя приходит сообщение михалыч топи games выпустил новый ролик забирайте подарочек на почте скорее и этот видос бы поднял вам хоть немного настроение это было бы круто да именно для этого я и загляну но увы я получилось так что их ничего такого не пришло и в этом новом году тоже вы ничего не пришло нам на почту а ведь и пускай это будет самый какой-то безобидный подарок но он будет пускай это было бы я не знаю какой-то интересности вкусности тот же гнок те же шампанские те же поленки которые добавляют шанс там фарма большущего добычи или древесины кому нужно тот использует для чего нужно тот использует потому что сам понимаешь что например если об этом наверно вообще в другом видео если вы помните старого ника то вы знаете о чем я я понимаю это старый ник это тот дядька который когда-то появился у нас на новый год last day and our survival и он кстати обещал вернуться до не ждем мы его очень давно но и те ребята которые играют уже не первый год тоже говорят я бы конечно погонял бы громил вот тогда громила потерпал очень сильно потому что шампанское давала крит урон твоему оружию а вот и к док если или какой-то там другой бонус давал шанс замедлить не шанс а просто каждый твой выстрел замедлял противника и представь себе как чувствовал себя громила полностью каждым ударом замедляясь и еще и получая в два раза больше урона с каждого выстрела так ему было не сладко тогда только самый ленивый не слил громилу тогда его сливали вообще самопалами и вин не винчестера тогда еще не было самопалами сливали глоками но там с рогатки можно было его даже слить просто было интересно это было ностальгия но сейчас мы выменяем вот это вот со снежной ферме свои подарочки я хотел бы тоже вспомнить о тех ребятах которые очень часто формят транспортный хаб почему-то вот мне кажется что те ребята которые очень сильно формят транспортный хаб не напоминаю никого но тем не менее знаю некоторых ребят знаю одного из них который просто по откату это все фармит и имеет большующее количество модулей я уже тоже имею 3 и в скором будущем покажу вам на что способен мой дрон но увы он пока что там на совсем на начинающих уровнях потому что хаб я начал фармить очень недавно а у него уже там модулей шопо поезжу его дрон очень таки серьезен кстати ребят подарочки интересны а мне очень печально что вы не смотрите мои ролики так как мои ролики три последних которые вышли три крайних которые вышли очень печально по просмотру убил турель с одной тычки разве это не интересно зайти полайкать это очень будет приятно ну легальные читы в игре голым vs громила vs ведьма очень интересно потому что ну кто пошел бы на ведьму с ее смертельным ударом голым интересненько но и лайфхак как слить вот этого виндиго даже копьем тоже думаю что зайдет каждому забираем свои смачные красивые призы увы не наслаждаясь своим подарком увидимся в следующих видео жду ваших комментариев ребят всем пока удачи увидимся в следующих видео это